Всем привет, уважаемые зрители моего канала, с вами снова Солид, и сегодня на нашем обзоре ни много ни мало инновация, прорыв! Мне мой подписчик прислал на обзор вот такой интересный паёк российского производства, более того, ходят слухи, что именно его сейчас поставляют в нашу армию для тестирования, не все солдаты его видели, ещё бы кто-нибудь съест его тут. И на первый взгляд это обычный неприметный дешёвый пакет, но не всё так просто. Для того, чтобы было понятно, за 6,5 лет обзоров на пайки я много чего видел, можно проследить, как развивался наш паёк, начиная со времён Второй мировой войны. И вне зависимости от упаковки, Россия всегда создавала просто дёшево и сердито. Но то, что находится в этом пакете, я ни разу не видел за все эти годы. Спасибо огромное подписчику за такой подгон, он решил остаться инкогнито, но уверял в том, что именно этот ИРП используется прямо там. Мою позицию насчёт происходящего вы знаете, я всегда против любого насилия и оправдания этого насилия, и об этом можно долго разглагольствовать, но толку маловато, поэтому давайте вернёмся к пайку. Называется просто, индивидуальный рацион питания, меню номер 3. Сколько всего менюшек существует, в каком количестве поставляется, кому и так далее, тоже неизвестно. Вся полезная и важная информация уместилась вот на такой маленькой наклейке, но здесь указано лишь 1480 килокалорий. Если же проверить и сложить все калории, что находятся внутри, получится почти 3000 килокалорий. Почему так написано, загадка. Ну вот сообразили же сделать отечественный сухпай, новый, сбалансированный, и я уверен, технику тоже соорудят, причём даже высокотехнологичную. И уже, кстати, делают, так что хватит бесконечно копить на яблочные AirPods'ы. Причём, пока вы это делали, другие уже купили беспроводные наушники CGPods от тюменского бренда Case Guru. Тебе надоело копить деньги на новые Apple AirPods'ы? Пока ты откладываешь половину зарплаты на яблоки, другие уже купили беспроводные наушники CGPods от тюменского бренда Case Guru. Ребята создали уникальный продукт. Главная фишка наушников – влагозащита. Принимать душ, плавать и заниматься спортом в любую погоду можно под свои любимые треки. Невероятная альтернатива для тех, кто не может без наушников. А всё потому, что без розетки они могут работать до 20 часов. Брутальные беспроводные наушники CGPods 5.0 в неубиваемом кейсе из авиационного алюминия, который выдерживает до 220 килограмм. Повредить их просто невозможно. И компактный CGPods Lite в изящном и миниатюрном кейсе антистресс, который покорил многих девушек по всему миру. CGPods точно удержится в ушах даже во время самой активной тренировки. 11 команд управления прямо с наушников. Цена прямая, без наценок сетевых гигантов. Всего 5490 рублей. Один год гарантии и не ремонт, а замена. Переходи по ссылке в описании, введи промокод SOLID22 и получи дополнительную скидку в 200 рублей. Предупрежу всех, что этот обзор будет максимально конструктивный и минимальное количество шуток. Потому что сейчас за шутки можно уехать не на шутку. Чего не смеетесь-то? Поймите меня правильно, ребят. Напоминаю, что это суточный паек. Значит, во-первых, что кидается в глаза? Это 4 главных блюда. От 250 грамм до 350. Это огромный рывок вперед. Неожиданная вещь, что происходит. Вместо галет положили вот такую поляницу. Хлебцы гречневые. Они очень легкие, компактные и находятся в вакуумной упаковке. Слушай, ну, чувствуешь, да? Это космические технологии. Огорчает, нету наличия разогревателя. Что тебя не огорчает? Тебе тут вообще ничего не должно. Сейчас лето, х** твою мать. Огорчаешь только ты меня и я тебя. Также для выполнения специализированных задач есть спецпродукты. Например, витаминная паста. И, внимание, ребят, колбаска. Вы хоть где-нибудь в иностранных, натовских вот этих вот зарубежных пайках видели колбасу? А у нас есть. Видели. Где? В немецком. Это все консервы, а вот это? А это? Это что такое, а? Из нового добавили пакетик со всяческой мелочевкой, которую мы посмотрим попозже. И заменили ложки на новейшие ложки-невидимки. Вот так ее кладешь, и ее не видно. Я считаю, что это неправильно. Ложка должна быть яркого цвета, чтобы она нигде не заблудилась. И лучше бы, чтобы вообще светилась в темноте. Традиции надо соблюдать. Ну, высокого качества. У меня просто руки сильные. Условия хранения и даты изготовления указаны на упаковке. Беру упаковку. Здесь тоже. Дата изготовления указана на упаковке. Да какой? Любят они отфутболивать. Звонишь сюда, они такие, позвони туда. А там говорят, позвони сюда. Ну что, давайте переходить к завтраку. И первое, с чего я начну, это с количества. Друзья, обратите внимание на завтрак. Это только начало. Мы ничего еще не начали, а слюна уже текет. Но давайте немного потерпим. И я начну вот с этого пакетика с мелочевкой. Значит, что здесь есть внутри? Во-первых, три влажные салфетки. Три зубочистки. Три упаковки с сахаром. Видите, все по три. Две упаковки с чаем. Кофе. Малюсенькая шоколадка. Аленка, обратите внимание, вся в меня. Тоже с каждым годом все шире. Также есть соль. Перца не положили. Одна единственная жвачка на весь паек суточный. Вриглик спермин. С 90-х годов не ел. Дабл менты, джуси фрукт без сахара. Да, и инновация добралась даже досюда. Обратите внимание на таблетку. Не написано, что это. Не в инструкции, нигде нет описания. В общем, это что-то секретное. Узнаем на обед. По традиции нужно совершить специальную операцию по дезинфекции рук. Для этого здесь есть салфетка авиора. Это потрясающе. Пахнет бятой. Что касаемо основного блюда. Называется запеченная куриная грудка с булгуром. Название уже необычное для российских пайков, потому что с булгуром мы вообще ничего не ели. Во-вторых, здесь 350 грамм. Тоже необычно. По внешнему виду оценивайте, ребят, сами. Потому что, на мой взгляд, это шикарно. Два огромных куска не курицы, а цыпленка. Нежнейшее мясо. Куча морковочки. В общем, красота. Я не выдержу. Давайте есть. Оно перевиснули. Прямо первое, что ешь, это соль. Они еще, главное, сюда еще соль добавили на всякий случай. Но зато я верю, что это из натуральных ингредиентов. Потому что срок годности всего 90 суток. Это не те американские продукты, которые можно хранить 5 лет, 6 лет. Пожалуйста, там МРФ скрываешься, ешь и не травишься. Здесь через 3 месяца можно отравиться. Очень натурально. Правда, это просто пересоленая дичь. Вот смотрите, я съел сегодня ничего и уже наелся. Давай доедай. Чего ты издеваешься? Кушай, кушай. Фашистенок. Ну-ка улыбку натянул на рожу. И кушай. О тебе государство заботится. Кушай. Не, я понимаю, оправдать можно все, что угодно. Например, соль нужна, если активные какие-то действия с человеком производить, то он тратит соль. С потом она выходит. Ее надо компенсировать. И поэтому это как бы хорошо. Ну, всему же есть какой-то предел. Может быть, пересолено, чтобы не испортилось раньше времени. А как украинцы готовят, не пересаливают? Это другое. 4 из 10 с натяжкой. Только из-за того, что это необычное, редкое блюдо с огромным количеством мяса и хорошая порция. По поводу заменителя хлеба. Выглядит следующим образом. Тоже первый раз такое встречаю в пайках. Имеется в виду у нас. Сильно отличается от западных аналогов в лучшую сторону. Потому что мощный вкус, чего не ожидаешь в такой штуке увидеть. Ржаного хлеба. Вот ешь, прям наслаждаешься хлебушек. Ну, как сухари. После вкусия сухариков. И это прекрасно. Я думаю, что это достойная замена галет в любом случае. Вот это, да, это хорошо. Поэтому десятка. Ребят, следующий шедевр. Витаминная паста. Изначально я думал, что это что-то типа яблочного повидла. Или там какого-то сока. Нет. Если посмотреть, в составе всего 3 индигреента. Это мед, лимон и имбирь. Запах, мягко говоря, соответствующий. Первое, вот если ты не знаешь, что там имбирь, пахнет как будто бы клеем момент. Ну и по свету как бы тоже. Очень дикий запах. Мощный. Комаров хорошо отпугивать. Ну-ка. Ребят, есть, нет? Да. Ваше здоровье. Если что, он меня заставил. Оно забродило на хуй. Блин, имбирь это не хрен в случае? Он прям зашипел у меня на языке. Говорят полезно типа, да? Говорят полезно. Как будто взяли вот лимонную кожуру самую горькую, смешали вместе с имбирем, который тоже не особо-то сладкий. Запекнули сюда, настоялось. А где мед? Давай, я ловлю. Пусть вы, как это нереально. Это водка. Я не понимаю, как это есть, ребят, извините. Ставлю за необычность 10. На завтрак у нас остался только кофе. Причем верх патриотизма. Обратите внимание на орла. Называется Ingle Premium 3 в 1. Знаете, о чем мне нравится? Как оно выглядит на картинке, точно так же оно выглядит и в кружке. И еще вы заметили, что здесь нет такого количества сахарного песка, как в предыдущих версиях. Это круто. А то они калории делали на этом сахаре куча. Так, погнали. Вот, после имбирят. Блин, ребят, это американский кофе. Это вот то, что в Эмария примерно кладут. То же самое. Поэтому 3 из 10. Не могу я тем, кто нам кидает санкции, ставить больше. Вот так. Но допью. Ну вот, поели. Теперь можно и пожевать. Здесь жвачка старого образца. Пластиночка. Не как вот это вот дороже, да? Ну, это может быть и к лучшему. Его можно так вот свернуть хорошо, чтобы на язык положить. Она даже там вкус уже исчез. Там вот весь запах. Я, кстати, заметил, когда открывал паек, он пахнет мятой. А эта жвачка вот так пахла на весь паек. Переходим к обеду. Итак, супчик-рассольник. Выглядит следующим образом. Весьма неплохо. По крайней мере, это лучше, чем то, что нам предлагается в сублимирном виде, где получается только кисель. Насчет состава. Говядина, картофель свежий, вода питьевая, крупа ячменная, перловая, огурцы соленые, морковь свежая, лук репчатый, масло подсолнечное, соль поваренная и специи. Пробовать страшно. Погнали. Офигенно. Блин, как в больнице. Конечно, не домашний вкус. Слишком мало соленых огурцов. Вроде рассольник, а не соленый ни хера. А ну-ка. Вот. Ммм. Во! Соль это что? Это усилитель вкуса. Это прекрасная добавка к любому блюду. На практике оказалось, что мяса маловато. И вот так приятно жевать. Она, понимаете, по сравнению с общей субстанцией, имеет определенную твердость, волокнистность. И ты его ешь, ну, действительно мясо. Не какие-то маленькие крошинки, как в некоторых супах зарубежного производства. Еще один небольшой минус. Всего-навсего 250 грамм. Для супа это должно быть наоборот, потому что здесь много воды. Грамм 500, лучше литр. Чтобы накормить меня. Ну, не красота. Десятка смело даже один сможет поставить. Первый раз такое в российском пайке пробую. Класс. Второе у нас капуста тушеная со свининой и тмином. В состав входит свинина, капуста, вода питьевая, морковь, масло растительное, томатная паста, чеснок, соль, тмин и лавровый листок. Ну, лавровый листок видно невооруженным взглядом. Вот он. Он такой красивый, хорошенький, насыщененький. Давайте его сразу, что-то он не вызывает доверия. Начну с главного. Если в названии блюда написано капуста, то она, по крайней мере, должна быть идентифицирована визуально. Здесь же, вот где эта капуста? Как будто ее через блендер пропустили и типа наешь. Давайте начнем с мяса. Да, она должна быть очень вкусная. Это тушеночка же, ну-ка. Ну, она сладенькая. Прям с сахаром. Вы не представляете. Еще так быстро растворяться на языке мясо у меня ни одно не могло. Оно прям расщепилось. Насчет вот, ну, капусты типа. По вкусу это что-то между классическими щами и рагу из овощей, который находится в солдатском пайке. Очень сытное, в меру жирное, мягкое, необычное, нестандартное блюдо для пайка. По баллам 11. Вот, ну, что хотите со мной делать? Один. Обнуляем вкусовые сосочки. И переходим к дегустации самого необычного блюда в пайках. Я раньше думал, что колбаса вообще-то хранится в холодильнике. Что она не может быть в перспективе сохранена даже в вакуумной упаковке. Но наша современная промышленность решила доказать обратное. И пихнули колбасу прям в паек. Выглядит следующим образом. Весьма такая, знаете, настоявшаяся. Прям такая с жирком, как я люблю все. Запах приятный, знаете, такая она. Хороший сервелатик. В копченой колбаске. Сразу слюна течет, поэтому не будем обламывать. Есть давайте. Слушай, ну. Я скажу так. Она не испортилась, это первое. На закусь. Единственное, что отбивает желание, это вот этот расплавленный жир. Ну, я к этому плеваю. Берет гордость. Научились же. Попало мистейство пять. Давайте не будем останавливаться, переходим к ужину. Интересно, что там. Не знаю, как вы, я очень хочу есть. Наконец-то, ребят, что-то родное я здесь увидел. Вот то, что должно быть тоже в пайках, но оно почему-то по-другому выглядит всегда. Это гречка с тушенкой. Что может быть проще и лучше? Обращаю ваше внимание на то, что здесь 330 грамм. Это уже больше, чем обычно. И обратите внимание, насколько она рассыпчата. Это же просто сказка. Я все время ругался на гречку, что она утрамбована так, что ее хрен вытащишь. Невозможно разогреть и так далее. Здесь-то это не так. Запросто можно есть прям вот-вот-вот. Прям песок. Обалдеть. Сухая. Небольшой ловкак. Воды добавляем, и она не такая сухая. Да ладно. Вот теперь другое дело. Так преобразилось. Значит, в состав входит крупа гречневая, говядина, питьевая вода. Ну, ведь я залил. Морковь. Лук репчатый. Масло подсолнечное. Соль. Специи. Лавровый лист. Давайте попробуем эту наикрасивейшую говядину. Обратите внимание на ее цвет. Мраморная. Кислое. Парадокс в том, что чем красивее блюдо, тем почему-то оно хуже по вкусу. И еще такое ощущение, что вот эта гречка, она рассыпчатая только потому, что недоварена. Да. Моркови не ощущаю, лука нет, лаврушки нет, специй толком нет. С солью полный порядок, но кислит с намеком на испорченность. Мясо зачетное. Хорошее, тоже сухое, правда. Его здесь не очень много. Жира вообще здесь нет. Тоже минус. По баллам выше тройки поставить не могу. И то только за то, что это огромная порция. Аленушка, родненькая, спасай. Видали, как уменьшили шоколад? Вот был офицерский, зачем его трогать? Вот это какой вкусный. Вкуснее, чем офицерский. Ну очень, дико. Класс. Даже в европейских пайках получается. По-моему, да? Да. Ребят, насчет чая. Полноценное импортозамещение. Майский заменили Гринфилдом. Очень хорошо заваривается в кипятке. Легко отдает все свои соки. Добавили цукор. Я люблю чай наваристый. Пусть лежит. И вперед. Вы слышите этот хлеб? Очень наваристый. Я обожаю. Что Гринфилд, что майский, что другие сорта будут. Все то же самое по вкусу. Абсолютно. Мы не можем почему-то добавлять какие-то интересные вкусовые вот эти разновидности. Но с другой стороны, это хорошо. Чем проще, тем лучше. Что там, кто будет копаться, разбираться, кому это надо. Осталась только таблетка, которая без описания. И тут два варианта. Либо это витаминка, либо средство для мытья посуды. Погнали. Не то и не другое, ребят. Это шипучка. Смотрите, какие газики. Вот что со мной бы происходило, если бы я сейчас, не дай бог, проглотил. Даже слов не могу найти. Это наш советский лимонад. Вот как вот было в Советском Союзе, вот эти вот содовые стояли. Вот. Вот тоже самое абсолютно копия. Хотя я не пил ни разу оттуда. Ребят, ну двойственные ощущения, честно. Потому что, с одной стороны, вектор направления правильный и замечательный. То, что я и говорил раньше. Надо улучшать, увеличивать объем, делать паек более современным. Больше мяса, разнообразие блюд. Все здесь мы это видели. И даже пакетик с мелочевкой... Уменьшать сахар. Уменьшать сахар, вот Серега правильно говорит. Все это как бы есть. Но почему-то критически уменьшился срок годности. Из-за чего я так и не понял. Такие же пакеты используют в странах НАТО и в Украине. У них там 2-3. У американцев 5 лет может храниться паек, ничего не случится с ним. А у нас уже окислятельное дает. Почему? Понятия не имею. Не, нормально. Лучше двигаться постепенно в нужном направлении. Вот так вот спотыкаться какие-то проблемы. Но лет через 10 будет хороший паек зато. А тогда-то заживем уже наконец. Чего? Согласен. Дожить бы самим. Мне тогда будет 43. Теперь более конструктивно. Из плюсов. Отказались от старомодных консервных банок. Улучшили столовые приборы. Добавили необычные вкусняшки. Обновили горячие напитки. Появился пакет с полезной мелочью. И паек стал гораздо легче и компактнее. Но срок годности 90 суток. Конечно, можно считать, что американцы добавляют такое количество консервантов, что у них ни один хлеб не плесневеет за десятилетия. А у нас все натуральное. Значит, не может храниться долго. Но, так или иначе, это же все технологии. Что такое современная военная еда в моем понимании? Это прежде всего сбалансированная, качественная, сытная, разнообразная, долгохранящаяся пища. То есть для экстремального применения. И в таких условиях в приоритете все-таки срок годности, чтобы со склада можно было взять старый паек, открыть и не отравиться. И, по-моему, американцы за несколько десятков лет развития отрасли нашли золотую середину между химозой и натуральностью. И, кстати, например, украинцы у них активно этому учатся. Поэтому еще раз, вектор развития считаю правильным. Нужно развивать технологию консервации сложных блюд. И да, все-таки беспламенный разогреватель здесь был бы не лишним. Как-то так. Ребят, на этом пока что все. Не забывайте поддерживать видео лайком, комментарием. А если ты отправишь этот видос другу, то это будет самой наивысшей наградой для нас с оператором. Всем удачи, всем пока!